Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Медгуру. Тема сегодняшнего видео – боли в груди. Какие они бывают, чем опасны и в каком случае нужно идти к кардиологу. Расскажет нам об этом как раз врач-кардиолог Полина Шелуха. Полина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Полина Александровна, какой обычный характер боли, вот с чем к вам приходит, боль в груди и где она локализуется? Это всегда слева там, где сердце, или не обязательно? На самом деле характер боли у разных пациентов имеет совершенно разный характер, поскольку субъективная реакция пациента на боль описывается чисто исходя из индивидуальных каких-то опытов ранее перенесенных ощущений. Это может быть колющее, режущее, распирающее, жгучее, сжимающее, давящее боль. Кто-то описывает это как ком в груди просто-напросто. По поводу локализации тоже совершенно разные зоны могут быть задействованы. Кто-то говорит, да, болит слева в груди – это 100% сердце, хотя это совершенно точно не всегда так. В классическом варианте боль в груди предразумевает боль по центру, ну, соответственно, вот в этом месте. Либо, если мы говорим про боль в пищеводе или боль, которая обусловлена какими-то болезнями, там, щитовидной железы, пар щитовидных желез или вилочковой железы, то это локализуется чуть выше рукоятки грудины. Также, если мы говорим про проблемы в области неврологической какой-то патологии, то это может быть совершенно разнообразная боль, локализованная абсолютно в любой точке грудной клетки. Верхние отделы, нижние в области верхушки сердца, по бокам грудной клетки абсолютно в разных местах может такое возникнуть. Хорошо, тогда какой характер боли говорит о том, что есть проблемы с сердцем и действительно нужно бежать к кардиологу? В классическом варианте это подразумевает под собой давящую, сжимающую или жгучую боль по середине груди, за грудиной. Вот это классический вариант стенокардии, то есть недостаточности кровообращения, когда сжимаются коронарные артерии и, собственно, начинается недостаточное кровоснабжение сердца. Очень редко бывает не такая классическая картинка, и пациент может описывать боль как колющую, незначительную, периодически возникающую, без четкой связи с физической нагрузкой, ну, там, скажем, в левой половине грудной клетки, которая особо может быть его никак не беспокоить, и пациент может ее даже описывать как банальный дискомфорт, не охарактеризуя ее совершенно ничем. Говорят, что если есть такое чувство жжения, то это прединфактное состояние, и нужно срочно вызывать скорую помощь. Так ли это? Смотрите, здесь имеет значение ситуация, при которой развилась такая, соответственно, симптоматика, и в некой степени продолжительность вот этого болевого синдрома. Если пациент, который, скажем, побежал за автобусом резко, ему потребуется большее кровообращение при этом, и в этой ситуации, если у него возникло жжение за грудины, да, конечно, это, безусловно, сигнал для срочного обращения к врачу для вызова скорой помощи. Если же пациент, скажем, родился в спокойном состоянии, дома смотрел телевизор, отдыхал, и вдруг тут началось жжение, крайне маловероятно, что это связано непосредственно с сердцем. Хотя, конечно, тоже такое бывает. Если пациент в этой ситуации принимает какие-то обезболивающие препараты самостоятельно или, грубо говоря, он какие-то скручивающие движения позвоночником сделал, и боль прошла, очень маловероятно, что генез этой боли имеет непосредственно сердечно-сосудистую какую-то проблему. Да, вы сказали интересную вещь, сделал скручивающие упражнения. Тогда давайте поговорим о том, что можно сделать, чтобы снять боль, чтобы проверить, сердце это или нет, какие действия можно предпринять самостоятельно. Смотрите, во-первых, не надо этого пугаться. В любом случае, это априори самое главное. Паника здесь добавляет, на самом деле, эмоциональной окраски боли, что приводит к гораздо более субъективно худшим впечатлениям о заболевании, нежели если пациент просто понимает, что да, есть боль, она длится больше 15 минут абсолютно одинаковой интенсивности. Пациент может, как правило, если он уже сталкивался с этим или впервые в жизни столкнулся, у кого-то дома есть либо ножпа, либо какие-то миорелаксанты типа медокалма или банальный даже корвалол, волокордин, экстракт валерьяны. Если пациент вот это принял и в ближайшие 15 минут стало легче, скорее всего, это не имеет никакого отношения к сердцу. Или же если пациент вдруг резко повернулся, защемился нерв и развился вот этот вот болевой синдром в виде сжения за грудиной, конечно, тогда это тоже маловероятно, что это сердце. Самостоятельно можно принять, соответственно, горизонтальное положение, попробовать сделать скручивающие движения позвоночником, успокоиться, глубоко подышать. Если на этом фоне, соответственно, снижается болевой порог чувствительности или полностью проходит данный болевой синдром, то, соответственно, нужно в любом случае будет обратиться к врачу для обследования, но в данном конкретном моменте особо можно не переживать за то, что это связано как-то с сердечно-сосудистой системой. И в таких случаях к кому вы направляете? Что можно проверить? Что может скрываться за такими болями? В любом случае любая боль в груди, какая бы она ни была, неважно, как пациент её вам опишет, поскольку, повторюсь, это зависит от чисто субъективного восприятия каждого конкретного человека. Сначала исключается патология со стороны сердечно-сосудистой системы. Далее, если мы исключаем проблему с сердцем и сосудами, мы перенаправляем пациентов в зависимости от локализации боли к профильным специалистам. Если это, скажем, боль за грудиной, ну вот по классике, как бы мы думали, что это сердечно-сосудистая какая-то проблема, но она не подтверждается в ходе обследования, пациент перенаправляется к гастроэнтерологу, поскольку болезни пищевода могут давать абсолютно аналогичные болевые синдромы, которые также могут возникать непосредственно при физической нагрузке какой-то, или чаще всего, конечно, после еды, или при наклоне человека вперёд, когда происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, и на повреждённый слизистый даёт вот такой жгучий эффект боли за грудиной. Второй, соответственно, момент – это направление пациентов к эндокринологу. Очень часто слышу, что нет, у меня никогда не было проблем с щитовидной железой, зачем мне идти к эндокринологу. Но, к сожалению, это очень распространённое явление, когда щитовидная железа может расти не наружу, то есть мы не видим никаких видимых изменений на шее или за герёмной вырезкой ничего не торчит и никак не беспокоит физически. А очень часто бывает, что зобы различные, они растут в сторону пищевода или, в принципе, в область средостения. В частности, это и паращитовидные железы могут так себя вести, и вилочковая железа. Когда она начинает увеличиваться в размерах, они могут давать вот такие дискомфортные, распирающие какие-то ощущения или просто непроходящие ощущения кома в груди. Если же боль в груди локализована, скажем так, в верхних отделах или вот непосредственно есть какая-то конкретная точка, которая беспокоит пациента, чаще всего они прям прицельно могут показать то место, где болит. И чаще всего боль описывается как непосредственно колющее или простреливающее, кинжальное. В такой ситуации с большей вероятностью проблема связана с остеохондрозом позвоночника или с грыжами грудного отдела позвоночника, межрёберной неврологией. Тогда, конечно, пациент перенаправляется к неврологу. Сейчас говорят, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют. Вот если периодически что-то болит, ну, в области сердца, в области груди, человеку, например, 30 лет. Пришёл пару раз к кардиологу, кардиолог сказал, что в целом всё нормально. Может ли быть это вариантом нормы? Нет. Боли в груди быть вообще априори не должно. Потому что если есть какая-то проблема в виде болевого синдрома, она в любом случае должна привлекать внимание врача. Здесь я бы сказала, что даже если пациент пришёл, банального ЭКГ в любом случае будет недостаточно, поскольку ЭКГ имеет диагностическую значимость только в момент болевого синдрома. Если же пациент пришёл и уже у него ничего не болит, с вероятностью 99% на ЭКГ мы ничего и не увидим. Для этого, собственно, проводится дальнейшее какое-то обследование по кардиологии. В частности, проводятся УЗИ сердца и нагрузочные тесты для верификации так называемой стресс-индуцированной ишемии миокарда. Если же мы, скажем, по кардиологии всё исключили, то дальше просто пациента нужно в любом случае перенаправить, чтобы выяснить, где находится очаг вот этого болевого синдрома. В любом случае возраст не является критерием опровержения того, что у него 100% нет сердечно-сосудистой патологии, потому что, к сожалению, современный образ жизни предрасполагает к неправильному питанию, в связи с чем у очень молодых людей, начиная с 25 лет, регистрируется высокий уровень холестерина, а также хронический стресс, недосыпание, курение приводит к ранним дебютам гипертонической болезни, что также вносит свой вклад в копилочку к тому, что вероятность развития сердечно-сосудистого события становится очень высокой. Поэтому тут, к сожалению, в любом случае на первом месте кардиология должна быть исключена, а дальше уже по профильным специалистам пациент идёт. Потому что, да, инфаркты и в 30 лет сейчас уже это не редкость совершенно. И даже нарушение ритма, которые ранее считались болезнью возрастных людей, сейчас очень рано стали дебютировать. Если я правильно понимаю, то сердце начинает болеть уже, когда достаточно запущенная стадия того или иного заболевания. Давайте тогда дадим какие-то рекомендации, с какого возраста нужно чётко контролировать, с какой периодичностью и какие обследования проходить. Например, в 30 лет достаточно ЭКГ, а после 50 лет нужно дополнительно что-то другое с какой-то периодичностью, вот какой-то такой гайд. Да, поняла вас. Смотрите, здесь в первую очередь зависит от клинической симптоматики. Скажем так, если вас в 30 лет ничего не беспокоит, и это просто как чекап, да, то есть пациент приходит к врачу, говорит, я бы хотел просто пообследоваться. Да, там в классическом варианте достаточно небольшого количества обследований в виде ЭКГ обязательно, УЗИ сердца и анализы в крови, в частности общего и липидного профиля, обязательно. Общий холестерин не является информативным анализом для оценки сердечно-сосудистого риска. Непосредственно нужны фракции, из которых состоит этот общий холестерин. Именно они будут определять какую-то тактику по лечению и дальнейшему обследованию. Если же пациента даже в 30 лет что-то беспокоит, то он должен быть обследован непосредственно по тем синдромам, которые его беспокоят, даже независимо от того, что ему 30 лет. Если мы говорим о пациентах старше 40 лет, то таким пациентам, конечно, уже нужно более углубленное обследование, поскольку здесь уже имеет значение также и сопутствующие заболевания. Очень часто к 40 годам многие пациенты приобретают уже сахарный диабет второго типа. У таких пациентов очень сильно снижается чувствительность, непосредственно болевая тоже. И очень много людей просто не чувствуют, что у них есть какие-то проблемы, и вот такой яркой картинки боли из-за грудины у них может и не возникать. Они чаще всего описывают это просто как дискомфорт, отдышка, ещё что-нибудь вот в этом роде. И такие пациенты, конечно, требуют и анализа в крови общеклинических, ЭКГ обязательно, нагрузочные тесты, поскольку у них очень много скрытых ишемий, УЗИ сердца также обязательно. В качестве скрининга можно также проводить суточное мониторирование ЭКГ по холтеру, по ним будет видно, имеет ли пациент какие-то нарушения ритма сердца. И опосредованно мы там можем выяснить на высокой частоте сердечных сокращений, есть ли какие-то признаки того, что сердце испытывает какую-то недостаточность в плане кровообращения. Дальше уже в зависимости от этих исследований пациент направляется дальше на более какое-то углубленное обследование. Смотрите, здесь обычно градация такая, если мы говорим про чекап здорового человека, то, как правило, достаточно обращаться раз в 2-3 года к кардиологу для, соответственно, просто контроля и для того, чтобы не пропустить дебют гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, каких-либо нарушений ритма сердца. Если же мы имеем в виду пациент 40+, то таким пациентам желательно ежегодно проходить обследование и консультацию у кардиолога. Независимо от того, что если ему уже выставлен какой-либо кардиологический диагноз, он пьет препараты и хорошо себя чувствует, в любом случае необходим контроль, поскольку все эти заболевания направлены в первую очередь на поддержание и профилактику развития каких-либо осложнений сердечно-сосудистых патологий. И главная задача врача – не допустить вот этих тяжелых сердечно-сосудистых событий в виде инфарктов, миокарда и инсульта. Потому что все препараты в какой-то степени изменяются, метаболизируются организмом по-разному, образ жизни у человека тоже может меняться, тем более за год. И поэтому все это требует контроля и коррекции обязательно. Потому что человек может чувствовать себя хорошо, а, грубо говоря, он изменил питание, и препараты, снижающие уровень холестерина, просто перестали работать. И их нужно обязательно контролировать. И в случае необходимости провести, конечно, коррекцию этой терапии. Но для этого нужны, соответственно, какие-то объективные данные для этого. Мы разговаривали с гастроэнтерологом, и он сказал, что очень часто, когда пациент жалуется на боль в животе и прошел уже все обследования, он здоров, а живот все равно болит. Что это все-таки психосоматика и лечат другие специалисты. Сталкиваетесь ли вы в кардиологии с таким же явлением и часто ли? Да, конечно, это практически ежедневный прием таких пациентов. Но проблема этих, соответственно, диагнозов – это диагнозы исключения. То есть в любом случае пациент этот обследуется абсолютно у всех специалистов, включая кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога. Если действительно нигде не находится никакой патологии, то выставляется диагноз какой-то там вегетосутистей дистонии или психосоматического нарушения. Но далее, соответственно, такие пациенты должны консультироваться с психиатрами и психотерапевтами, потому что, повторюсь, что это не является нормой в любом возрасте. Нельзя отпустить человека, сказав, что ничего страшного пройдет самостоятельно. И поэтому чаще всего это у молодых людей такое возникает. Ну, скажем так, в возрасте до 35-40 лет чаще всего встречаются такие патологии. Полина Александровна, спасибо большое, дорогие друзья, при любой боли в груди обязательно обращайтесь к врачу, к кардиологу, а далее кардиолог уже разберется. Спасибо за ваши лайки, подписки. Увидимся.